Березовая роща Здравствуйте! В эфире телеканала «Россия-24» Карачаева, Черкесия. Знать, чтобы помнить, сегодня состоялся традиционный диктант победы. Международная патриотическая акция проводится в пятый раз. Центр военно-патриотического воспитания молодежи «Черкесска. Авангард» стал одной из площадок для написания диктанта. Перед началом воспитанники центра, юно-армейцы и ребята из поискового отряда «Подвиг» приняли участие в торжественной церемонии. Затем, после регистрации, все приступили к выполнению заданий. Проверить свои знания о Великой Отечественной войне может любой желающий житель России, а также гражданин другой страны. Глава Карачаева, Черкесия Рашид Тимрезов тоже принял участие в международном историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Непростая ситуация сегодня. И молодое поколение чувствует эту ситуацию, сопереживают, пишут письма солдатам, чтобы поддержать их. Мы сопоставляем аналогию проводим тех военных действий, которые были 78 лет назад и то, что сегодня происходит. Мы больше убеждаемся в том, что молодое поколение должно знать свою историю. И диктант Победы позволит нам проверить как раз эти знания. И если вдруг мы засомневаемся в чем-то, мы в очередной раз поднимем учебники истории, откроем книги, посмотрим фильмы, пообщаемся с живыми легендами для того, чтобы мы знали историю, помнили историю. Мы живем в сегодняшнем дне, но мы должны знать историю для завтра, чтобы передаваться нашим потомкам, нашему поколению. Мы благодарим всех участников, которые сегодня принимают участие в диктанте Победы. Глава Крачева-Черкесии Рашид Семрезов в преддверии майских праздников провел очередное заседание антитеррористической комиссии. Так, в первой декаде мая в республике состоятся мероприятия, посвященные Дню Победы, празднику Весны и Труда, 66-й годовщине возвращения крачевского народа на историческую родину. На заседание приняли комплекс дополнительных мер по обеспечению безопасности жителей и гостей Карачева-Черкесии в период проведения майских мероприятий. Кроме того, были рассмотрены дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности объектов транспортного комплекса республики, а также культовых сооружений. Так пахнут только мамины лакумы. Жители Зиюка организовали гуманитарный груз для земляков, которые сейчас находятся в зоне СВО. По их просьбе женщины-аула приготовили традиционные черкесские блюда, которые выдержат долгий путь, не утратив свои вкусовые качества. О Грузии с кулинарным изыском. Фатима Даурова. Засолки на зиму собственного производства прямиком из сельских погребов оказались среди десятков других ящиков, заполненных гуманитарным грузом. В этот раз при оформлении груза учитывались личные пожелания бойцов. Они в основном касались вкусовых предпочтений. Домашняя черкесская кухня, к которой так привыкли ребята из Зиюка, оказались во главе списка желаний. Например, вяленое мясо из баранины пойдет на главное традиционное блюдо – льгур с мамалыгой. Пирожки с сыром халива прекрасно дополнят картину домашнего обеда. Так могут пахнуть только мамины лакумы. А любимый напиток Махсыма, который обычно подают на праздничное застолье, уже выдержан и готов к отправке. Как и десертные сладости – традиционные виды халвы. Всё это кулинарное великолепие приготовлено руками матерей, сестёр, жён, дочерей и соседей ребят, которые сейчас выполняют свой военный долг далеко от родного аула. Наши женщины с удовольствием приготовили традиционные блюда черкесской кухни. Хаджа, бастама, мажаджи ещё приготовили по просьбе ребят. На поступившие от жителей аула денежные средства закупили самое необходимое – от питьевой воды до комплектующих квадрокоптеров, покрышек для КАМАЗов, аккумуляторов и многих других вещей, полезных для фронта. Это не первая гуманитарная помощь, которую мы отправляем. Что сказать нашим ребятам, защитникам нашим, чтобы они вернулись живыми, здоровыми все. Хоть государство и обеспечивает военнослужащих всем необходимым, очень важно внести собственный вклад и поддержать ребят. Этим мы стараемся показать им, что мы с ними, ждём их и любим, делятся мыслями активисты. Сегодня мы гуманитарную помощь отправляем на Украину. Наши ребята с аула, с первых дней наших ребят много там воевали, защищали нашу Родину и до сих пор защищают. Вот сегодня мы отправляем гуманитарную помощь. Это очередной рейс сегодня отправляем. С счастливой пути машина отъехала. Мы ждём наших ребят с победой. Фатима Даурова, Зарема Карданова, Либастана, Вести, Карачаево, Черкесия. Черкесия, Рашид Семрезов, 117 лет назад в России начала работу Государственная Дума, которая приступила к реализации правовых основ и принципов государства. На протяжении этих лет парламентские институты успешно обеспечивают нормативно-правовую базу для проведения эффективной социально-экономической политики на территории страны. Сегодня, как и прежде, народные представители являются связующим звеном между властью и обществом, базируя свою работу на принципах открытости, тесного взаимодействия с избирателями и институтами гражданского общества. Я знаю этому саду цвести. Новая березовая роща запустила свои молодые корни в благодатную почву Карачева-Черкесии посадкой белоствольных красавиц. Участники патриотической акции «Сад памяти» в очередной раз уековечили память погибших в Великой Отечественной войне. Фатима Даурова присоединилась к историческому событию. Площадку под будущую березовую рощу сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии республики за несколько дней до посадки подготовили основательно. Место выбрали не случайное. Оно расположилось в Усть-Джигутинском районе при въезде в аул Новой Джигута. В первую очередь характеристически мы подбираем почву, чтобы то, что мы посадили, чтобы труд не зря, вот стольких людей, главное почву подбирали. И чтобы все равно погода непредсказуема, пытались, чтобы заезд был нормальный, и чтобы именно эта порода, саженца, чтобы принялась туда и выросла, чтобы потом нас радовали. Участников акции приветствовала замминистра природных ресурсов и экологии Карачаева-Черкесии Валентина Лешова. Она выразила слова благодарности за проявленное неравнодушие и активность. С каждым годом количество желающих принять участие в патриотической акции становится больше. В этом году к студентам кафедры лесное дело присоединились их малые собратья – активисты движения школьных лесничеств. Это было такое долгожданное для них, когда нас сюда позовут. Поэтому дети наши очень… То, что в школьном лесничестве, у нас есть неурочная деятельность, именно школьное лесничество. И мы с Бескетским лесокомбинатом все это с лесхозом, все это проделываем с детьми. Я думаю, это будет очень продуктивная работа, потому что мы не будем начинать с нуля. Эти ребята уже готовы, и они, думаю, будут поступать к нам, и мы их вырастим из них первоклассных специалистов. И, конечно же, как Диана Салховна всегда подчеркивает, и мы это понимаем, мы будем восполнять вот этот дефицит, сильнейший дефицит кадров в лесной отрасли и вообще в целом в Министерстве природных ресурсов, потому что он имеет место быть. Чтобы растение в дальнейшем приносило радость, лицезрение, его красоту и стройность, важно внимательно отнестись к процедуре посадки. Существуют некоторые правила, которых необходимо придерживаться. Учитывается внешний вид и отсутствие признаков болезней. Что касается размера, то лучше всего приживаются и легче адаптируются саженцы не более одного метра ростом. Сейчас на площади в 50 соток высаживают 500 саженцев белоствольной березки. Через некоторое время их развесистые ветви будут отдавать тень в полуденный зной. Каждое дерево – это память о чьей-то жизни и героическом подвиге. Более 200 участников акции сегодня разом приобщились к благородному делу. С трассы теперь будет открываться красивый вид на ряды грациозных красавиц. Символ березы имеет особое значение для России. Только у нас ее образ раскрывается полностью красочно и чувственно. Она одухотворяется и становится частью страны. Точно как эта березовая роща станет символом памяти о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Фатима Дорова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево, Черкесия. 12 команд из районов республики показали высокий уровень спортивной подготовки. Они приняли участие в открытых республиканских соревнованиях Школы безопасности. Состязания проходили на территории парка культуры и отдыха «Зеленый остров». Как правильно оказать первую медицинскую помощь? Быстро преодолеть полосу препятствий? И какой этап испытаний проводился впервые, узнала Альбина Ламкова. Нужно будет наложить жгут, чтобы кровь остановилась. За какое время ты должен оказать помощь? Как можно быстрее. На самом деле время установлено. У Анатолия Климонтова полторы минуты на обработку одной раны. Конечно, учитывается и верность действий. Так выполняется каждое задание. Проводится соревнование Школы безопасности в 12-й раз по инициативе Центра дополнительного образования. Они стали традиционными и долгожданными для учащихся общеобразовательных учреждений. Для выявления лучших организовали комплекс испытаний. Впервые проводится этап преодоления зараженного участка, то есть химзащита. Это первый раз мы хотим приблизить наше соревнование к федеральным условиям соревнований. Очень надеемся, что как-то получится так, что мы поучаствуем во всероссийских и международных соревнованиях. Соревнования проходят сразу на нескольких площадках. Программа насыщена. В нее входят полоса препятствий, спас работы на акватории и короткая комбинированная пожарная эстафета. Каждый участник настроен на победу. Наира Мамхягова приехала из Хабеза. Участвует впервые. Я рассчитываю на все свои силы. Я надеюсь, что у меня все получится. Я уверена в себе. И единственное, попытаюсь не растеряться. Азамат Мамчу серьезно подготовился к соревнованиям. Он четко знает, на каких этапах испытаний он принесет своей команде наибольшее количество очков. А на каких может подвести. Определенно такой трудный переход под прикладиной. Там сантиметров 40. И длина там около метра. Это должен под ним пройти. Ну вот это так чуть сложновато. Как ни странно, но именно через любовь к музыке у одного из юных участников зародился интерес к туризму. Для воплощения мечты он обучается в Центре дополнительного образования Черкесска. Я хочу в будущем играть на гитаре, ходить в походы и играть песни для друзей. Сложным этапом был рукоход. Я готовился примерно месяц. И я думаю, что мы победим, возможно. И я думаю, что мы победим. И у инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения. Какое количество водителей было привлечено к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом и не только. Альбине Ламковой рассказали сотрудники ГИБДД. Интервью смотрите далее. А наш выпуск завершен. Здравствуйте, Лилия Абдулаховна и Сергей Иванович. Здравствуйте. Начнем с первого вопроса. Скажите, пожалуйста, о нюансах вашей профессии и немножко о сложностях. В районе и городе у нас своя специфика. Мы понимаем, что в республиканский центр съезжается в основном весь автотранспорт, вся молодежь. Поэтому здесь одна специфика работы. Зеленчуцкий, Карачаевский район, Малокарачаевский район. Это в основном поток туристов. Совсем другая специфика работы. Там служба ГИБДД, ДПС. Это, во-первых, наружная служба. Это сотрудники, которые несут службу на дорогах республики. Их все видят. Это непосредственная работа с людьми, с водителями. Непосредственный контакт. Где-то есть и небольшие какие-то ссоры, ругания. Но стараемся не обижать водителей. Но и себя, конечно, не даем в обиду. Вот такие, наверное, особенности, которые отличаются, отличают службу ГИБДД, наверное, от других служб в системе Министерства внутренних дел. Сергей Иванович, сколько человек служит в вашем подразделении? В подразделениях госавтоинспекции республики служит более 300 человек. Это имеется в виду и МРЭО, ГАИ, и ЦАФАП. А именно, кто обслуживает дороги и обеспечивает безопасность дорожного движения, у нас на дорогах инспекторского состава около 240 человек. Лилия Абдулаховна, наверняка есть собственная статистика по наиболее часто встречающимся правонарушениям в сфере дорожного движения. Расскажите, пожалуйста, про нее. Три месяца текущего года на территории республики зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых 20 человек погибли и получили ранения различной степени тяжести 102 человек. Количество ДТП увеличилось на 3,6%, погибших на 17,6%, а раненых уменьшилось на 1%. Тяжесть последствий ДТП составляет 16,4%. Рост числа ДТП и количество погибших зарегистрировано в отделе ОМВД России по Уст-Живутинскому району погибших на 500%, а на территории ОГИБДД МВД России по Малокарачавскому району и ОГИБДД по Прикубанскому району количество погибших увеличилось на 100%. Основными видами происшествий являются съезд с дороги 29 фактов, столкновение 32 факта, наезд на пешехода 18 факта, наезд на настоящий ТС 3 факта, наезд на животное 4 факта, наезд на препятствия 3 факта. Вот скажите, пожалуйста, вот эта вот статистика, она с каждым годом идет на увеличение или на уменьшение, вот с чем это связано? Есть те нарушения, которые, допустим, идут на уменьшение, и есть некоторые нарушения на увеличение, то есть раз на раз не приходится. Основными видами происшествий являются съезд с дороги 29 фактов, столкновение 32 факта, наезд на пешехода 18 факта, наезд на настоящий ТС 3 факта, наезд на животное 4 факта, наезд на препятствия 3 факта. Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что основными причинами их совершения по вине водителей являются выезд на встречную полосу движения, в том числе в местах, где это запрещено. 12 фактов, нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части, 23 фактов, нарушение скоростного режима, 16 фактов, несоблюдение очередности проезда перекрестка, 10 фактов, нарушение правил проезда пешеходных переходов, 4 факта. Кроме того, зарегистрировано 3 факта дорожно-транспортных происшествий, водители в которых находились в состоянии опьянения, либо отказались от прохождения медицинского свидетельствования. Какие пункты правил наши водители чаще всего позволяют себе нарушать? Нарушение скоростного режима, особенно водители. Часто молодежь у нас любит ездить с превышением скоростного режима по дорогам республики. Я вам скажу, да, есть, конечно, у нас проводятся анализы таких сведений от 25 до 35 лет. В основном, вот, безобразно себя ведут на дорогах водители именно данной возрастной категории. Потому что молодые водители, которые получили водительские удостоверения, они еще как-то побаиваются, все равно стажа вождения нет. А вот уже начиная от 25 до 35 лет, водитель думает, что он уже ас, что у него стаж вождения большой, что он справится с любой ситуацией на дороге. И чаще всего это его как раз таки и подводит. Да, у нас, вы знаете, были резонансные много ДТП, где много погибших было. Из-за невнимательности водителей, то в телефон отвлекаются, а потом въезжают в какие-то препятствия. Ну и самая надежда на себя, думая, что они ас, и вот это вот самое главное, мы считаем, причина. Человеческий фактор не исключается. То есть съезд с дороги, это является и человеческим фактором. У нас таких нарушений тоже достаточно. Какой вид ДТП чаще всего приводит к наиболее тяжким последствиям? Когда водители или пассажиры получают травмы или даже гибнут на дороге? Всего у нас, конечно, тяжесть ДТП зависит от таких фактов нарушения ПТД, как выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Это вид ДТП столкновения в основном, это самые тяжкие последствиями дорожно-транспортные происшествия. Со смертельным исходом в основном тоже они. Ну, второй вид, наверное, со смертельным исходом ДТП, это у нас будет наезды на пешеходов. В этом случае, конечно, выезд на встречную полосу движения. Погибших довольно-таки достаточно и раненых в том числе. А сколько всего водителей транспортных средств было привлечено к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же наркотического? С начала текущего года по 31 марта, у нас в основном идет за первый квартал статистика, у нас привлечено за вождение в нетрезвом виде в республике 481 водитель. Это помимо водителей, которые повторно нарушали, то есть уголовная статья 264, прим. 1 УК РФ. Таких водителей у нас еще плюс 73 за три месяца. То есть около 500 водителей у нас были выявлены на дорогах республики, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Не обязательно это алкогольное опьянение, может быть опьянение алкогольного, либо наркотического опьянения. Или отказывают от прохождения медицинского свидетельствования? По профилактике дорожно-транспортных происшествий молодцы. Хотелось бы отметить, что здесь и руководство Министерства внутренних дел в республике принято решение для обеспечения безопасности дорожного движения, для увеличения плотности нарядов и отработки мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, разбавлять наряды наши ДПС. Мы усиливаем и сотрудниками других служб, и участковыми, и полномоченными полиции, и ППС, и ОКС, так что боремся, как можем, с аварийностью. Все профилактические рейдовые мероприятия в основном акцентируют на аварийных участках. То есть это то место, где 2-3 более одинаковых дорожно-транспортных происшествий происходили на одном и том же участке с погибшими и пострадавшими. Мы говорили о водителях транспортных средств, насколько часто они нарушают правила дорожного движения. Вот расскажите про пешеходов, как они ведут себя на дороге и нарушают ли они правила дорожного движения. За три месяца текущего года на территории республики на 26,7% увеличилось количество ДТП с пострадавшими пешеходами, в результате которых один человек погиб, и 18 получили ранения различной степени тяжести. За дорожным движением, опять же, мы будем брать статистику за три месяца, сотрудниками ДПС выявлено 70 нарушений правил дорожных движений пешеходами, и 1370, думайте в эту статистику, за нарушение проезда водителями пешеходных переходов. То есть около 1400 нарушений. Профилактические мероприятия, рейдовые мероприятия мы проводим с привлечением сотрудников Министерства внутренних дел по Карачао-Черкесской республике регулярно. Также проводим встречная полоса, так как у нас именно это нарушение является одним из основных нарушений. Автокресло дети, пешеход, цветы для автоледи проводили, хотя это женский день был, но и тем не менее приятное с полезным. С привлечением лаборатории безопасности проводили профилактические мероприятия с детьми. Также проводим профилактические мероприятия в школьных и дошкольных учреждениях образовательных. И хочу дополнить не только силами госавтоинспекции, сотрудники госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, но и с привлечением других служб. А сложно ли такие мероприятия проводить с маленькими детьми, малышами? С привлечением других служб, с детьми проводим, то есть с ПДН. Нет, конечно, не сложно. Не сложно. Дети воспринимают то, что мы рассказываем, то, что нужно соблюдать и тому подобное. Но в некоторых случаях даже сами детки рассказывают родителям, что не надо нарушать, что они должны пристегиваться и ездить в автокресле. Меньше всего аварийность у нас сейчас, по-моему, Малокарачаевский район. Они у нас в этом отношении по профилактике дорожно-транспортных происшествий молодцы. Хотелось бы отметить, что здесь и руководство Министерства внутренних дел Республики принято решение для обеспечения безопасности дорожного движения, для увеличения плотности нарядов и отработки мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, разбавлять наряды наши ДПС. Мы усиливаем и сотрудниками других служб, и участковыми, и уполномоченными полиции, и ППС, и ОКС. Так что боремся, как можем, с аварийностью. Профилактические рейдовые мероприятия в основном акцентируют на аварийных участках. То есть это то место, где два-три более одинаковых дорожно-транспортных происшествий происходили на одном и том же участке с погибшими и пострадавшими. Информации сегодня было много, предоставленной вами, но что бы вы хотели сказать в заключении нашего интервью? На что бы вы хотели обратить внимание наших телезрителей? В преддверии майских праздников мы предполагаем рост числа транспорта на дорогах республики, в том числе из других регионов. Многие поедут за город и в местах отдыха, при котором увеличение транспорта возможен и рост дорожно-транспортных происшествий. Поэтому обращаемся к автомобилистам, байкерам и пешеходам на их благоразумие. Исключите вождение в нетрезвом виде, так как это является не только серьезным правонарушением, но и угрозой для окружающих. Строго соблюдайте правила, не превышайте скорость и уважайте всех участников дорожного движения. Пешеходы также должны быть внимательными на дороге, не пренебрегать мерами личной безопасности, в темное время суток носить световозвращающие элементы, переходить автодороги только по пешеходным переходам и только убедившись в безопасности перехода. Во-первых, хотелось бы всех жителей республики поздравить с прошедшими религиозными праздниками, наших ветеранов с наступающим праздником 9 мая, Днем Победы. Ну а от себя, что хотелось бы пожелать участникам дорожного движения. Берегите себя, берегите своих близких, помните, что это может случиться с каждым. Будьте внимательны на дорогах, особенно на пешеходных переездах. Не нарушайте правила дорожного движения. От нас зависит судьба и жизни наших жителей, я не знаю, республики. Такая была просьба и пожелания. Спасибо вам за то, что пришли к нам на встречу, за содержательное интервью, за нюансы в вашей работе, за статистику, которая иногда печалит нас. Ну и самое главное, чтобы все соблюдали правила дорожного движения. Тогда, наверное, будет всем спокойнее на душе. И порядок на дорогах. И порядок на дорогах, правильно. Спасибо вам большое.